Добрый день, дорогие друзья! С вами снова передача «За кулисье» и ее ведущий Гидимина Старанда. Сегодня мы вам расскажем, как готовится артист балета к выступлению. Сначала он делает прическу, потом он делает грим, и, наконец-таки, он приходит в балетный зал и готовит свое тело к спектаклю. Сегодня с нами вместе в программе солистка имперского русского балета Лина Шевелева. И она нам расскажет о маленьких своих секретах, как она готовится к спектаклю. Доброе утро, дорогая моя Лина! Здравствуйте, Гидимин Сеонович! Я надеюсь, утро прошло хорошо. Замечательно! И мы готовы с тобой начать наш класс. Как всегда. «За кулисье» начинается, и я задаю сразу первый вопрос. Вот такой прекрасный батон, ролик, валик непонятного цвета, хотя цвет понятен, он должен быть ярким, чтобы ты его нигде не потеряла. Скажи мне, пожалуйста, для чего мы используем этот инструмент в нашем балетном деле? Его прямое назначение – это разминание мышц спины. То есть мы кладем валик под поясницу. Под поясницу. Ложимся, расслабляемся. Сначала надо обязательно полностью расслабиться на этом валике. полностью расслабиться, чтобы почувствовать, как позвоночник наш прогибается. И дальше Лина начинает делать упражнения. Расслабляемся, и потом раскатываемся по всей спине. Вверх и вниз. Итак, мы с вами разогреваем определенную группу мышц на спине. То есть мы очень быстро до них достаем. Тут важно не торопиться. Прочувствовать мышцы мышцы. Как правило, артист балета, современный артист балета, который очень хорошо относится к своему телу, приходит перед классом, но заранее, за 40 минут, за 30 минут. Некоторые даже приходят за час. Такие, как наша звезда Лина Шевелева, она приходит за час до станка и готовит свое тело к занятиям. Также этот валик можно использовать для разминания икр. То же самое, своим весом вы кладете ноги на валик и начинаете его раскатывать. Потому что достаточно своего тела, чтобы делать всевозможные упражнения. Вот, и переходим на переднюю часть. То есть это можно как разрабатывать мышцы спины, мышцы заднего бедра, так и переднего бедра. Вот, посмотрите, она так же легла на этот валик, руки согнула в локтях и начинает его раскатывать. От до колена до бедра. Да, вот так тоже тяжесть своего тела. Такой своеобразный самомассаж получается. Самомассаж, да. Можно это делать, конечно, все руками, но сейчас есть очень много прекрасных сопутствующих товаров, которые помогают нашему телу разогреться и прочувствовать каждую мышцу. Так надо сделать несколько раз. Можно бочком повернуться. Да, видите, вот как еще этот валик удобен для того, чтобы боковую мышцу бедра тоже разработать. То же самое, упираетесь на локоть, удобно делаете позицию. Нога тоже у вас, часть тела упирается в пол, и вы можете спокойно искать ту точку на мышцах, на которой вы будете делать массаж. Для обычного человека, конечно, ощущения не из приятных. Ну, опять же, артист балета любит более жесткий массаж, чтобы он доставал до кости. А обычные люди любят более мягкий массаж. Поэтому, когда артист балета или спортсмен приходит в массажный кабинет, он сразу говорит, мне, пожалуйста, жесткий спортивный массаж. Итак, мы перешли к следующему инструменту. Вот такие два шарика. Посмотрите, цвета можно выбирать совершенно разные, кому что близко. Но вот эти два шарика совершенно потрясающе работают для мышц спины. Для мышечных столбов, которые окружают наш позвоночник. Да, здесь очень интересно, что есть такой желобок, в который как раз помещается позвоночник. Потому что позвоночник нельзя подвергать. И массировать его, давить лучше не надо. Насильственным каким-то... Вот упражнение то же самое. Вы можете упираться ногами, руками в пол и прокатывать его. Класть поясницу, под лопатки, грудной отсек. Мячик резиновый, твердый, поэтому он очень хорошо прокатывает даже самые забитые мышцы. Тут вполне достаточно веса собственного тела. Да, и вы тоже самое ищите вот этот промежуток. Делайте удобно, чтобы позвоночник был именно между двух шариков. Вот дальше у нас есть вот такой, вот такой, посмотрите, мячик. Казалось бы, господи, боже мой, простой мячик, поиграем в гольф, покидаем его. Но у этого мячика очень твердые пластиковые шипы. Они сделаны для того, чтобы достать до самой маленькой точки, которая вас волнует или которую вы хотите промять. Его можно использовать для раскатывания сводов, то есть тренажер для стоп. Но я его использую для ягодичной мышцы, потому что у меня бывают свои особенные какие-то мини-проблемы. Я вот нахожу самую болючую точку и усиленно над ней работаю, пока не отпускает болезненные ощущения. То есть разница какая? Посмотрите, большой валик с большими такими квадратами, с такими пирамидками, которые работают на большую группу мышц. А это уже мячик с маленькими иголочками, которые работают на самую мелкую точку, на самые мелкие мышцы, которые Лина находит у себя. Это помогает их разогреть. То есть бывают иногда даже такие ощущения, что аж прям плакать хочется. Находишь какую-нибудь точку, казалось бы, ничего не болит, а вот точку нашел и просто сидишь и терпишь, пока не отпустит. Поэтому артисты балета часто, когда разогреваются, они не улыбаются, они в основном плачут. Поэтому если вы видите плачущего артиста, то это значит, у него что-то болит, и он это преодолевает. Итак, посмотрите. Опять колючки. Вот это инструмент. Опять колючки. Похожи на, я бы сказал, на кухонную скалку, но с какими-то тремя шарами и очень опять жесткими, жесткими иглами. Они используются, Лина нам сейчас покажет, то же самое для проработки мышц, но уже более жестко. Я раскатываю мышцы бедра. В первый раз, когда я это делала, у меня прямо остались синяки. Поэтому, то есть, такая штука на любителя. Да, это уже более глубокая и, в принципе, более жесткая. Жесткий массаж, более жесткий, чем этот валик. Но зато моментально просто усиливается крылообращение, и мои мышцы становятся готовыми к работе гораздо быстрее, нежели я бы стояла час у станка. Да, то есть, вы можете сами это делать. Видите, это удобно для того. Ручки сделаны, чтобы делать это самому. Эти предметы можно купить в балетных магазинах, в спортивных магазинах. Они очень сейчас практически везде продаются. Очень популярны. Очень популярны во всех и видах спорта, и в ритмике, и в гимнастике. Вот это совершенно незаменимая вещь для каждого артиста балета. Называется простая резина. Раньше мы ее вырезали из покрышек и готовили для себя, но сейчас ее тоже можно купить во многих балетных магазинах, спортивных магазинах. Посмотрите, Лина скрутила определенный жгут из этой резинки, положила стопу выворотно в эту резинку, сделала натяжение резинки, и сейчас она использует натяжение резинки для того, чтобы усилить работу стопы. И вот такое упражнение очень хорошо разогревает стопы перед балетным станком. И сама стопа работает, и посмотрите, пальцы. Видите, пальцы тоже за счет натяжения увеличивается их работа и увеличивается, безусловно, эффективность. Также можно делать круговые вращения стопой. Да, все, это все укрепляет связки в одну сторону и в другую сторону. Ну и каждый, конечно, выбирает количество подходов для себя лично, тот, который ему подходит. Ну, с приспособлениями можно продолжить позже. У нас еще есть вот эта замечательная, вот такая палочка, которую я очень люблю. Эта палочка, во-первых, она может использоваться как массаж, и, конечно, в первую очередь, чтобы снимать нагрузку со стопы. Итак, дорогие друзья мои, мы вам показали подготовительный период перед станком на полу. Очень известный наш педагог, который уехал во Францию, Князев, он придумал и разработал так называемый князевский станок, который сейчас используют все спортсмены, все артисты балета в гимнастике и в балетном искусстве для разогрева тела. Поэтому мы это называем князевские упражнения. Но эти упражнения у каждого артиста балета уже стали индивидуальными. Каждый артист подбирает их для себя самостоятельно. И поэтому сейчас мы посмотрим, что нам покажет Лина Шевелева, те упражнения, любимые упражнения, которые она делает перед станком. Итак, Лина. Да, прелесть этих упражнений в том, что мы уменьшаем законы Земли и гравитации. То есть мы не нагружаем суставы и связки своим телом. То есть мы лежим как в невесомости. И делаем практически те же упражнения, что мы будем делать у станка. Итак, первое упражнение. Вот первое упражнение Лина делает, конечно же, со стоп. Вот она сейчас делает круговые движения стопами, лежит в первой позиции, руки у нас лежат на полу. Она совершенно свободно лежит, голова прямая, позвоночник прямой, колени дотянуты и делает круговые движения стопами. В это же время контролируем плечи, живот, чтобы не торчало, чтобы спина лежала от ног. Правильно. И для детей-подготовишек мы обычно делаем руки в сторону. Сейчас вот, вот как бы вторая позиция такая, даже простая, чтобы лопатки уже привыкали и лежали на полу. Но профессионал, да, может держать руки как удобно и внизу, и в стороне, и наверху. Вот. Дальше вот Лина сделала упражнение стопами, разогрела, потом подтягивает колено к себе. Для чего, Лина? Для того, чтобы разогреть тазобедренный сустав, сустав коленный сустав. И опять запустить кровообращение. Да, только что вы видели, как мы это все разогреваем специальными предметами. Вот. А сейчас это элементы гимнастики. Вот после того, как она поработала стопами, она делает упражнение для бедра. Это у нас называется пассе. То есть опять лопатки лежат, поясница прижата к полу, затылок тоже лежит, левая нога выворотно. И правая нога, видите, поднимается. Упражнение делается по 8, 16, 32 раза. Тоже зависит от артиста, который это делает. Очень важно контролировать, чтобы два бедра лежали на полу. Ни в коем случае их нельзя искривлять. Должен быть квадрат плечи, бедра. И одновременно, чтобы колено тоже по полу выворотно проходило. То есть вот эту коленку поднимать от пола нельзя. Вот так. Она должна быть прижата к полу. А бедро лежать противоположное тоже на полу. Вот можно рукой проконтролировать. Это называется выворотность. Это так разрабатывается выворотность. Вот у Лины делает еще одно упражнение. Нога поднимается невыворотно до колена. И потом круговым движением разворачивает бедро. Тем самым, сейчас я вот этой палочкой покажу, чтобы не мешать линии. Вот эта вертлужная впадина, которая у нас находится вот здесь в бедре, она начинает очень хорошо разогреваться. Потому что в балете она нам очень и очень нужна. Но обратите внимание на два бедра. Они не двигаются. Двигается только низ ноги, колено и вертлужная впадина. А если еще при этом представлять, как сустав и вертлужная впадина смазываются нужной жидкостью, тогда будет еще дополнительный эффект. Да. Вот. Дальше упражнение. Амплитуду увеличиваем. То есть это где-то 25-45 градусов. Идет круговое движение. То есть нога идет с первой позиции, по легкому такому полукругу. То же самое. Видите, подъемы вытянуты. Кстати, можно так делать упражнение и не с вытянутым подъемом. Допустим, видите, опорные ноги. Они могут стоять в первой позиции. Упражнения бывают разные. С вытянутыми и не с вытянутыми ногами. Вот в этом упражнении задействует вот это вот, видите. Совсем другие мышцы работают. Другие мышцы. Когда вы вытягиваете мышцы, уже задействована чуть-чуть другая структура мышечная. Но в то же время опять мы очень сильно должны разогреть паховую мышцу и вот обязательно вертлужную. Вот эта вот мышца очень важна для нас, для балета. Если мы ее плохо разогреваем, то дальше могут быть уже травмы. Поэтому артист балета обязательно разогревает все, все бедро очень и очень сильно. Вот после этих упражнений Лина опять делает легкую растяжку. У нас это называется легкая. У любителей это называется ого. Вот. Но у нас это называется легкая растяжка, чтобы растянуть вот эту мышцу. Вот она, видите, идет вся от икры. Дальше она опять сгибается. Все время ноги работают на выворотности. То есть на том, что в жизни у нас неестественно. Это выворотное положение ног. Вот это у нас называется лягушка. В которой во всех, и в младших классах, и в старших, и артисты обязательно делают. Это упражнение лягушка. Она делается как лежа, так и сидя. Эта поза встречается и в гимнастике, и в йоге, ну и, конечно, в балете. Вот сейчас Лина сделала такую, мы эту позу называем бабочку, она очень красивая. Стопы вместе, колени врозь. И дальше она прижалась к груди к полу. Вот эта мышца наша поясничная, которая идет от копчика и дальше к затылку, она вся растягивается. И потом, и тазобедренные суставы тоже раскрываются. Да, и вот эти вот там, где вертлужные впадины, тазобедренный сустав, он начинает раскрываться. Нужно еще руки вперед вытягивать. Дальше Лина вытягивает руки вперед, и дальше пальчиками ползет туда вперед. Вот, вот это очень полезное упражнение для всех артистов и не только. Если нас сегодня смотрят и родители, те, кто никогда не занимался балетом, то, конечно, вот эта поза для них будет очень полезна. В этой позе Лина любит пить кофе, чай, она закладывает нога на ногу, закидывает руки назад. Подключаем руки, да. Видите, выключает их в суставе, плечевой сустав разрабатывает, локтевой сустав, опять же тазобедренный сустав здесь участвует в работе. И ноги, и коленный сустав, и голеностопы. Ну, вот я вам должен сказать, это поза перед завтраком, я всем советую. Она очень хорошая поза, но это именно те позы, которые любит делать Лина Шевелева. Некоторые артисты балета в такую позу сесть не могут. Хотя, казалось бы, что это все-таки профессиональная вещь, но она очень сложная. И каждый артист находит те упражнения, которые приятны ему, его телу. Ну, и, конечно же, стандартные упражнения, любимые всеми, шпагатики. Да, вот опять этот валик нам очень подошел. Сейчас он придал нам ту высоту, которая безопасна. В начале урока, да. В начале урока безопасна, ее потом можно увеличивать амплитуду. И вот Лина положила ахилл, да, вот видите, она положила чуть выше пятки. Можно на пяточку класть. И дальше она, опять эта легкая растяжка, она такая села в шпагат. Обратите внимание, здесь можно, всегда нужно держать бедра прямо, но здесь вы можете варьировать, да. В этом упражнении оно разогревающее. Вы можете двигать тазобедренный сустав бедра, делать их прямо, левее, на 45 градусов. Вот сейчас Лина продольный шпагат проработала. Вот. И сейчас она села на другую ногу шпагат, но правая все время остается на валике. И создается такая небольшая невесомость, которая помогает растягивать мышцы. Передний подъем вытянут, также он может быть и взят на себя. Вот. Вот то же самое. Руки наверх, Лина делает, видите, это ей очень пригодится в позе в лебедином озере. И в белом, и в черном одаже. Поэтому плечевой сустав должен быть очень хорошо разработан, очень разогрет, чтобы, не дай бог, не получить травму. Ну и, конечно, все время растягивается поясница. Ну и, конечно, это создает дополнительную амплитуду, и мне тем самым легче танцевать благодаря всяким растяжкам. То есть, когда вас ничто не сдерживает, мышцы ваши, да, свобода мышц, суставов, вы можете позволить себе в танце все, что угодно. Мы сейчас вам покажем несколько упражнений для спины. Потому что вот то, что вы видели на полу с ногами, оно может длиться бесконечно. Упражнения на полу вы можете проработать весь станок. Мы с этими движениями вас обязательно познакомим. Но сейчас на полу мы заканчиваем наше упражнение и показываем упражнение для спины, которое используют все артисты балета. Ну и, конечно, мы вам советуем каждое утро, когда вы стоите с постели или приходите с работы, делать такое упражнение. Вот, коврик хорошо, если он у вас есть, если нет, можно это делать на асфальте, если вы не боитесь покалечить ноги, колени, руки, но лучше использовать коврик. Вот в этом упражнении коленки вместе, руками уперлись в пол, и вы прогибаетесь, как кошки. Знаете, когда кошек смотришь с утра, вот они вот так прогнулись, вот на пояснице, и дальше вы выгибаетесь и шипите. Голова ваша идет коленем вовнутрь, лопатки выгибаются, вопросительный знак из спины. И опять прогибаетесь сюда, вот здесь вот, чтобы все вы чувствовали. И опять вы прогибаетесь в вопросительный знак. И поэтому спина ваша работает, легкие работают. И вот теперь вот это упражнение, которое все любят у нас, это когда кошечка подлезает под забор. Вот он забор, видите? И вот она под этот забор пролезла, вылезла оттуда, да? И опять встала. И вот опять забор стоит, как же туда залезть? И вот вы опять всем телом пролезаете под забор. Очень полезное упражнение для спины, для шеи, для всего. Вообще тело должно быть пластичное. Если ваше тело крепкое, как дуб, но оно не гнется, пойдет большая буря, и обязательно дерево сломается и повалится. Но если ваше тело, как дуб, и оно гнется, как ива на ветру, ваше тело всегда гибкое, и никто не сможет его сломать. Есть маленькое отступление. И вот сейчас Лина показывает упражнение на животе. Она легла, руки лежат, подбородок лежит на руках, и она поднимает ногу. Можно приподняться тоже? Да, можно приподнять, можно так лежать. Вот она приподнимает ножку назад, видите, лежит в первой позиции. Очень хорошее упражнение для всех, для балета, для фитнеса, потому что все разогревает мышцы спины, бедра, ягодицы. И самое главное, от этих упражнений очень сильно теряешь виси. Приходите на упражнения, приходите в школу имперского русского балета, и вы узнаете, что такое гибкое тело и как надо себя готовить к спектаклю. С вами была прима-балерина имперского русского балета Лина Шевелева и Кедемина Старанда. В следующей серии мы встретимся с вами у станка.